Россия постепенно, но уверенно слезает с нефтяной иглы. В одной северной, пресеверной стране жил правитель Владимир, который на словах очень любил слазить с нефтяной иглы. Делал он это регулярно, патетично, а главное, эффективно. Деньги делаются где? На нефти, на газе, на металлах. Не идет модернизация структуры экономики. Наша экономика до сих пор сохраняет очевидную сырьевую направленность. Главнейшая задача нашей экономики, главнейшая задача правительства на ближайшее время диверсифицировать нашу экономику, сделать ее современной, развивающейся на новейших технологиях. Это суперзадача на ближайшие десятилетия. Но, как вы понимаете, что-то опять пошло не так. И десяток лет спустя все тот же правитель все так же говорил. Необходимо обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финансов. Существенно снизить зависимость федерального бюджета от нефтяных цен котировок. Некоторые придворные правителя Владимира объясняли подобные казусы чисто в стиле гениальнейшей политологини Екатерины Шульман. Мол, во всем виновата тяжкое советское наследие. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Зависимость от нефти в нашей стране сформировалась не сегодня. Она сформировалась в 60-е, 70-е годы. И данная мысль отнюдь не нова. Ну, посмотреть хотя бы на месье Пивоварова, который, ссылаясь на Егора Гайдара и его соратников, продвигал идею о том, что СССР вообще рухнул, поскольку торчал на нефтяной игле. А отсюда вроде как логично вытекает мысль, это не мы такие, это совок нам поднагадил. Да так, что 30 лет гребем не разгребем. Большая часть того, что я считаю негативными явлениями, является непреодоленными последствиями советского уклада и советской власти. Но, если откинуть иронию и сарказм, то проблема зависимости экономики России от экспорта нефти действительно крайне серьезная. И сегодня мы поговорим о развитии этой проблемы во времени. Поговорим о том, сидел ли на нефтяной игле Советский Союз, рухнул ли он из-за падения цен на нефть. Ну и значительная часть этого ролика будет посвящена уже постсоветской ситуации. Как нефтяная отрасль сформировала лицо современного российского капитализма. Как нефтянка повлияла на другие отрасли экономики. И есть ли вообще выход из этой нефтяной зависимости. Значительная часть этого ролика будет основана на материале Максима Лепского. Ссылку на него найдете в описании. Короче говоря, начинаем. Перед началом экскурсов и анализов я напомню. Подписывайтесь на ресурсы Вестника Бури в социальных сетях. Ссылочки все будут в описании к видео. Там много интересных текстовых и прочих материалов. Подписывайтесь на мой недавно открытый телеграм-канал. Ссылочка будет там же. Ну а мы переходим к страстям по черному золоту. Если уж вкратце пробегаться по советскому периоду, то нельзя не заметить ряд поворотных моментов касательно роли нефти в экономике страны. В 20-е годы, когда СССР только оправлялся от гражданской войны и настраивал хозяйственные связи как внутри страны, так и с внешним не шибко дружественным миром, экспорт нефти стал важнейшим экономическим подспорьем для большевиков. Государство испытывало нехватку валюты, и в черном золоте была найдена палочка-выручалочка. К концу 20-х годов экспорт сырой нефти составлял 525 тысяч тонн, а нефтепродуктов 5 миллионов 592 тысячи, что в разы превосходило уровень экспорта 1913 года. Однако дальше Советский Союз входит в полосу форсированной индустриализации. Дабы обеспечить создание собственных заводов-гигантов и закупить технологии за рубежом, ставка делается на экспорт сельхозпродукции, о чем мы говорили в ролике про коллективизацию. Нефть же отныне нужна в первую очередь для внутренних нужд молодой советской промышленности. А геологи искали сырье. Таежные глуши вырастали буровые. Почти 22 миллиона тонн нефти получит страна к концу пятилетки. Занятно, но в 1939 году экспорт сырой нефти был в два раза ниже, чем в конце 20-х годов, а экспорт нефтепродуктов почти в 12 раз ниже. При этом объемы добычи выросли, но топливо теперь потребляли заводы-гиганты и техника. После военное время советское руководство закономерно уделяло много внимания нефтянке и увеличению добычи, исходя с одной стороны из нужд восстановления и развития собственного хозяйства, а с другой стороны, потому что СССР взял на себя обязательства по снабжению нефтью стран формирующегося соцблока. Исходя из этих необходимостей, шла разведка и разработка новых месторождений. Особое значение приобретает Волго-Уральская нефтегазоносная область. Результаты этих процессов впечатляют. К середине 60-х годов Советский Союз умудрялся не просто покрывать нужды собственной растущей индустрии, но и экспортировать 43 миллиона тонн нефти, то есть почти в 200 раз больше, чем перед войной. И еще порядка 21 миллиона тонн нефтепродуктов, или примерно в 50 раз больше, чем до войны. Понятное дело, что при таких темпах роста добычи вставал острый вопрос о разведке новых месторождений. И с середины 60-х запускается сверхамбициозный проект по добыче нефти в Западной Сибири. Непроходимые леса, незаселенная местность, ужасные климатические условия, полное отсутствие инфраструктуры. Ничто не остановило геологов, строителей, нефтянников и газовиков. Разведка произведена в беспрецедентных масштабах, коммуникации проложены, вышки поставлены, новые населенные пункты возникают, как грибы после дождя, посреди тайги. В кратчайшие сроки Западная Сибирь стала центром нефтедобычи в Советском Союзе. Этот пустынный край, конечно, он такое удручающее впечатление первое произвел, потому что тихо, птиц не было, животных мы никаких не видели, ну, какое-то пахло каким-то таким мертвым, застылым краем. А потом, когда уже сюда пришли буровики, дорожники, значит, начал край оживать, появился какой-то шум, а то вообще была такая гнетущая тишина, что ломило от этой тишины уши. Хотя, конечно, и о братских республиках также не забывали. Например, в 60-е годы открывается и осваивается Житебайское месторождение в Мангистаусской области Казахстана. Открывшиеся источники давали новые возможности, тем более, что конъюнктура мирового рынка требовала все больше, больше, больше нефти. СССР теперь мог наращивать поставки не только в братские страны соцблока по щадящим расценкам, но и в капиталистический мир. Переломным моментом здесь стал, конечно же, пресловутый топливно-энергетический кризис 1973 года. Начинается четвертая арабо-израильская война, известная как война судного дня. Чтобы поддержать Египет и Сирию, члены ОПЕК применили нефтяное эмбарго. Они не продают нефть США и ряду других стран сокращают нефтедобычу. В ряде стран Запада провоцируется без малого постапокалипсис. Пустые бензоколонки, брошенные машины, гигантские очереди хотя бы за каким-то топливом. Цены на нефть взлетают до небес. СССР оказывается в выигрыше, наращивая добычу и экспорт. Оказало ли это влияние на советскую экономику? Ну, очевидно, что да, оказало и огромное. Однако из этого многие критики советской системы делают неверный вывод о том, что якобы таким образом в 70-е годы СССР сел на нефтяную иглу, и в результате это, дескать, стало фундаментальной причиной его гибели. Этот довольно распространенный тезис уже разбирался в одном из давних роликов с нашего канала. Полная версия будет по ссылкам на экране и в описании. Не поленюсь сейчас вставить оттуда довольно широкое пояснение экономиста Олега Камолова по поводу нефти и судеб Советского Союза. Байку про сырьевую зависимость СССР любят распространять не только внесистемные либералы, но и представители действующей власти. Всем памятна фраза Путина о том, что Советский Союз ничего не производил, кроме резиновых галош. По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы упали больше, чем многие страны. Абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того, что у нас однобокая экономика. Она что, вчера так сложилась? Да, она 70 лет так складывалась. Потому что все, что мы производили, да, но да, дорогие мои, да, но не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо. Было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему пицку ходить. И мотив такого поведения лежит на поверхности. Рассказывая небылицы о социализме, они пытаются отвлечь общественное внимание от мысли о банкротстве российского капитализма. Убедить людей в том, что сейчас мы живем, как у Христа, за пазухой, уже не получится. Поэтому в ход идут рассказы о том, что наша нынешняя отсталость – это результат бесчеловечных экспериментов 20 века, которые отбросили страну в развитии на много лет назад, превратив в керосиновую лавку с нищим населением. Истинный лжец всегда говорит лишь полуправду. Рост добычи нефти в СССР, конечно, был, и нефть стала занимать все большую долю в советском экспорте, начиная с 70-х годов. Относительно 60-го года в натуральном выражении экспорт нефти вырос в 7 раз, нефтепродуктов – в 4, газа – в 400, электроэнергии – в 300 раз. Но само по себе это не является признаком проблем. Например, бурное развитие экономики США в начале 19 века было вызвано североамериканским нефтяным бумом. Развитие энергетического сектора в СССР дало серьезный стимул развитию целых областей научного знания – физики, химии, геологии, а также машиностроения и транспорта. Проблемы стали возникать тогда, когда советское руководство, уже почти полностью оторванное от народа, стало использовать сырьевую ренту для решения текущих экономических проблем. Вместо того, чтобы совершенствовать механизмы планирования, которые требовали развития отношений социалистической демократии. Но даже резкое падение цен на нефть в 80-е не стало причиной какого-то коллапса. Экономика СССР продолжала расти в реальном выражении, хотя и снизила темпы до, о ужас, полутора процентов в 86-м году. Напомню, что производство в современной России при куда более благоприятных нефтяных ценах в последние 10 лет прирастает в среднем менее чем на 1% в год. Но не будем уподавляться Авену с Чубайсом, подешевевшая нефть все-таки нанесла удар по советской экономике. Это видно по динамике ВВП на душу населения. Этот показатель стал стремительно расти вместе с нефтяными ценами и позже стал снижаться вместе с ними. Однако куда шли эти нефтедоллары? В отличие от современной России, они не обогащали кучку социальных паразитов, а тратились на благо советских граждан. Строились дома и школы, больницы и кинотеатры, дороги, аэропорты. Это признал даже Навальный на одной из встреч со своими сторонниками. Советский экспорт нефти рос. Однако и другие его статьи оставались значительными. Например, к концу 80-х доля машин и оборудования составляла 22%. А в современной России этот показатель колеблется вокруг отметки в 5%. Начиная с 60-х, СССР нарастил продажи металлорежущих станков в 4 раза, телевизоров в 10 раз, холодильников в 70 раз. Конечно, легкие нефтедоллары сыграли злую шутку с экономикой, которая основывалась на принципах долгосрочного планирования. И в куда большей степени, чем стихийный рынок, зависела от целеполагания, сознательного фактора в принятии решений. Казалось, что обновить основной капитал будет проще, если закупить его за границей, а не создавать самим. Как следствие, в импорте Советского Союза стала расти доля машин и оборудования, которая достигла 38% к 90-му году. В современной России этот показатель колеблется вокруг отметки в 50%. Но это не должно вас сбивать с толку. По данным ООН, вес импорта в советской экономике 90-го года составлял 7% ВВП, а у России 18-го года уже 16%. Как мы видим, ситуация выходит куда более сложной, чем просто цены на нефть упали, Союз рухнул. Нефтедоллары действительно были фактором внутренней политики. Однако ситуация еще на конец 80-х не выглядела фатальной. Советский Союз не был банальной мировой бензоколонкой, тотально зависящей от нефти и газа. Но тут мы подходим с вами к переходу страны на рыночные рельсы. Еще на закате Советского Союза в 1989-91 годах хозяйственная номенклатура крупнейших сырьевых министерств не теряла времени, а готовилась к планомерной приватизации своих отраслей. Чиновники предполагали создавать крупные вертикально интегрированные компании, которые занимали бы монопольное положение на энергетическом рынке. В газовой промышленности основным двигателем этой идеи выступал Виктор Черномырдин. Широкой публике Виктор Степанович, конечно, запомнился несколькими годами позже, на посту премьер-министра своей забавной косноязычной манерой речи, из-за которой он стал генератором мемов, типа «Хотели как лучше, а получилось как всегда», «У меня приблизительно два сына», «В харизме нужно родиться», или «Вы думаете, что мне далеко просто?» «Мне далеко не просто». Но мемы мемами, а охватку и деловую сноровку Черномырдин таки имел. Виктор Степанович еще в 1989 году лихо конвертировал целое министерство в концерн «Газпром». «Мы никуда не вступаем. Нам нельзя вступать. Мы как вступать начнем, так обязательно что-нибудь наступим». А наступили выродившиеся номенклатурщики на благодатную дорожку раздербанивания народного достояния. В нефтяной отрасли идею строительства крупной компании на правах монополии поддержал Вагит Олег Перов, заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР в 90-91 годах. Про господина Олег Первого и его честно заработанные миллиарды у нас был отдельный ролик, ссылочки найдете на экране и в описании. Пока же послушаем, что Вагит Юсуфович говорил насчет нефтянки. «В теперь уже далеком 1990 году, когда был принят закон о государственном предприятии и началось реформирование министерств, я предложил тогдашнему главе Миннефтегазпрома СССР Филимонову концепцию создания корпорации на базе этого министерства. И он в основном одобрил ее. К этому времени я уже посетил ряд западных компаний. Аджип, Бритиш Петролиум, Шеврон. Посмотрел их структуру, ознакомился с работой и пришел к выводу, что нефтяному комплексу необходима вертикальная интеграция. В принципе идея была та же, что у Черномырдина, который незадолго до того создал концерн «Газпром». Однако чиновники разных министерств не смогли договориться, и общегосударственной корпорации не получилось. Нефтяную отрасль, в отличие от газовой, разделили на несколько вертикально интегрированных компаний. Указ Ельцина, подписанный 17 ноября 1992 года, предусматривал создание одной государственной компании по добыче и переработке нефти «Роснефть», двух государственных компаний по транспортировке нефти «Транснефти» и «Транснефтепродукт», и трех частных компаний «Лукойл», «Юкос», «Сургутнефтегаз». Указ сохранял за государством контрольный пакет акций 45% для 259 из 301 предприятия нефтяного сектора в течение всего трех лет. И как вы понимаете, этот ельцинский указ запрограммировал то, что именно на нефтяной промышленности распущенного СССР произрастет грибок постсоветской олигархии. Вот смотрите, разведывали место рождения советские геологи. Советские рабочие трудились в экстремальных условиях, создавая инфраструктуру. Но буквально за несколько лет плоды их трудов пошли по рукам народившихся крупных буржуа. Мы после сорока работали то же самое. И надо сказать, что люди, люди выдерживают, спокойно работают, техника не выдерживала. Лопался металл, летели рессоры, рука эти экскаваторы переламывала, не выдерживала мороза. А люди выдерживали. Вот первопроходцы. Прошли, после нас, конечно, хорошо. Вот песочек, сейчас плита пойдет, нефтяники будут ездить, а первопроходцам всегда тяжело. Ну, должна быть у каждого своя целина, должна быть, это уже точно. Я уверен в этом. Каждый должен что-то построить, что-то открыть для себя нового. В конце концов, человек на севере мужает, становится выносливым. Нет, север это большая польза. Многие российские предприниматели, те, кто потом стали называть олигархами, эти риски на себя взяли, вложили все, что у них было действительно до копейки и даже залезли в долги, но получили в собственность вот эти компании. И, конечно, это породило колоссальный стимул защищать эту собственность. И здесь трижды прав был Чубайс, когда именно этот аргумент приводил президенту Ельцину, что необходимо создать крупных национальных капиталистов, которые бы дальше боролись уже сами за свои права и отставили свое светлое будущее. В начальный период приватизации за Роснефтью сохранялись значительные активы — 24 крупнейших нефтяных объединения. Но в преддверии президентских выборов 1996 года для победы над КПРФ Ельцин нуждался в серьезной поддержке со стороны крупнейших олигархов. Для обеспечения этой поддержки Роснефть подвергается дроблению, и из нее выделяют новые компании, часть из которых впоследствии была продана на залоговых аукционах. Сибнефть, Тюменская нефтяная компания, Сиданка, Восточная нефтяная компания, Оренбургская нефтяная компания. Замечательно, молодцы, создали конкуренцию на рынке нефти. Однако раздел нефтяного рынка и возникновение нескольких конкурирующих компаний, вопреки логике рынка, не привели к росту нефтедобычи и нефтепереработки. Напротив, уровень добычи по сравнению с 1990 годом упал почти в два раза. Первичная переработка нефти упала так же, как вы видите по цифрам на экране, вдвое. Хотя, конечно, постфактум бывший премьер Егор Гайдар и рассказывал офигительные истории о том, как улучшилась жизнь при передаче нефтяных компаний частникам. Когда мы приватизировали нефтяную промышленность, пусть абсолютно не идеальными способами, у нас главным вопросом на состоянии правительства стало то, не слишком ли быстро растет давучая нефть, как нам избежать ценовой войны с ОПЕК и договориться с ними. Потому что наша доля на рынке растет слишком быстро. Нам удалось это сделать. Когда мы начали ренационализировать нефтяную отрасль, проблема ценовой войны с ОПЕК отпала сама собой. Возникла снова проблема падения добычи нефти. Но мне кажется, что это довольно хорошо показывает значение частной собственности в обеспечении условий динамичного экономического роста. В 1995 году Роснефть была преобразована из государственного предприятия в открытое акционерное общество, в состав которого входило несколько добывающих дочерних компаний. Основные это Пурнефтегаз и Сахалинморнефтегаз, 4 НПЗ и 16 сбытовых предприятий. После 1995 года дробление Роснефти продолжилось. В 1997 году активы Роснефти в московском НПЗ и Моснефтепродукте были переданы центральной топливной компании. К 1997 году доля государства в нефтяной отрасли снизилась до 10,6%. К концу правления Ельцина на нефтяном рынке функционировало 15 вертикально интегрированных компаний, только 6 из которых контролировалась бюрократией. Пиком ослабления Роснефти стал 1998 год, когда всерьез обсуждался вопрос об ее приватизации. Акции компании 75% плюс 1 акция были оценены на сумму в 2,1 миллиарда долларов. За нее конкурировали крупнейшие российские и мировые нефтяные альянсы, созданные для покупки государственной компании. Юкси, объединение Юкоса и Сибнефти, Сиданка, Бритиш Петролиум, Газпром, Шелл, Лукоил. Но дефолт помешал приватизации Роснефти. А после прихода в компанию Богданчикова, а на пост премьер-министра Примакова, вопрос о продаже Роснефти был окончательно снят с обсуждения. По инициативе Примакова, обратившегося в Генпрокуратуру, в ноябре 1998 года государственные компании вернули ее самый ценный актив – Пурнефтегаз. В 90-е годы разговоры о нефтяной игле особо не велись по понятным причинам. Государство по собственной инициативе в значительной степени утратило контроль над нефтянкой. Обществу в создавшейся ситуации не перепадало даже каких-то объедков с барского стола. Более того, хронической проблемой российской экономики 90-х годов стала массовая неуплата налогов со стороны частных компаний. В нефтяной сфере налоговые задолженности перед государством достигли просто астрономических сумм. Да, нужно сделать скидку на то, что суммы приводятся в дореформенных значениях, и в те времена, например, куртка на рынке стоила миллион рублей. Но все же налоговые задолженности нефтяных компаний, исчисляемые триллионными рублей, все равно выглядят крайне внушительно. Роснефть выступала тогда в роли такого общего пирога, от которого власть периодически отрезала куски для удовлетворения интересов отдельных олигархов. Ослабление участия государства в нефтяной сфере и общая деградация экономики приводили к резкому падению нефтедобычи и нефтепереработки. Борьба между различными олигархами за нефтяные активы свидетельствовала в пользу преобладания групповых интересов буржуазии над ее общеклассовыми целями. А цели эти, очевидно, заключались в следующем. Во-первых, это стабилизация экономического положения в стране. Во-вторых, введение общих правил экономической деятельности для крупнейших компаний. В-третьих, создание мощных энергетических компаний, способных выйти на региональные и мировые рынки. Подобные задачи не могли быть решены слабой коррумпированной бюрократией Ельцинской эпохи и баронами-разбойниками российского бизнеса. Эти субъекты выполняли сугубо разрушительную роль и должны были уступить власть новой конфигурации сил вследствие исторического компромисса между крупнейшими силовиками, чиновниками и частью олигархата 90-х годов. Лицом этого нового консенсуса становится Владимир Владимирович Путин. Историческое значение Путина и его заслуги, в первую очередь, конечно, перед российской олигархией, состоят вот в чем. Он и его команда очень четко уловили необходимость консолидации олигархии на базе сырьевых отраслей. Еще в своей диссертации, оставим сейчас в стороне вопросы о плагиате в ней, Владимир Владимирович Путин четко определил цели своего будущего правления. Российская экономика в 21 веке, по крайней мере в первой его половине, по-видимому, сохранит свою сырьевую направленность. Потенциальная ценность балансовых запасов полезных ископаемых России позволяет рассматривать минерально-сырьевой комплекс как базис устойчивого развития страны на длительную перспективу. Наличие крупного природно-ресурсного потенциала России обуславливает ее особое место среди индустриальных стран. Ресурсный потенциал при его эффективном использовании станет одной из важнейших предпосылок устойчивого вхождения России в мировую экономику. Анализ экономических процессов, происходящих в мире, требует всесторонней государственной поддержки и создания на базе ресурсодобывающих предприятий крупных финансово-промышленных корпораций межотраслевого профиля, которые могли бы на равных конкурировать с транснациональными корпорациями Запада. Путин оказался сильным политиком не за счет какой-то особой харизмы или образа героя-разведчика, а по той причине, что он осознал и четко сформулировал общеклассовые интересы российской буржуазии. Создание крупных квази-государственных энергетических компаний, почему квази, скажу далее, поставляющих минеральное сырье на мировой рынок. Сегодня, обладая знанием истории развития постсоветской России, нам может показаться эта цель очевидной. Но это не понимали российские олигархи 90-х, разрывавшие на части нефтяную промышленность в ходе внутренней борьбы. Забавно тут и другое. В начале ролика вы видели, как Владимир Владимирович просто с 2000 года упорно говорит о слезании с нефтяной иглы. Только вот на практике он был тем самым человеком, который многое и целенаправленно сделал, чтобы на эту иглу залезть и как можно плотнее. Более того, подсаживание на нефтяную иглу было планомерным и проводилось под чутким руководством государства. Момент был как нельзя более располагающий к консолидации. С конца 90-х мировые цены на нефть пошли в гору, и на экспорте нефти можно было прилично так навариться. Тем более за десятилетия разрухи страна утратила многое, электронику, другие сложные наукоемкие отрасли. Но нефть утратить было сложно, а наш в матушке сырой земле лежит, главное достать. Если в 90-е годы Кремль раздавал активы Роснефти приближенным олигархам, то в начале нулевых начался обратный процесс. Возвращение и приобретение новых активов под контроль бюрократ буржуазии. Причем, друзья мои, не нужно путать госпредприятия образца советской эпохи и акционерные общества с государственным капиталом в современной России. Как мы увидим далее, структуры их управления, принципы работы, цели скорее позволяют назвать нынешние госкорпорации квази-государственными. Ну или же «государственными в кавычках». Однако пока поговорим о другом. Усиление Роснефти происходило постепенно. На первом этапе президент компании Богданчиков при наличии административного ресурса подчинил себе дочернюю компанию «Краснодарнефтегаз». Важно также отметить, что усилению государственной роли в нефтяной сфере способствовало закреплению за Роснефтью новых месторождений в Арктике и Восточной Сибири. Первыми же внешними завоеваниями квази-государственной компании стали «Северная нефть» и «Англо-Сибирская нефтяная компания» в 2003 году. Именно по поводу продажи «Северной нефти» критически высказывался Михаил Ходорковский на собрании РСПП в Кремле 19 февраля 2003 года, указав на завышенную цену продажи компании – 600 миллионов долларов. Глава ЮКОСа фактически обвинил руководство квази-государственной компании в организации коррупционной схемы. А Путин, понимая, видимо, Путин каким-то образом благословил сделку по покупке «Северной нефти», а тут как бы оно все сошлось, Путин говорит так. Александр Ставич, а деньги где? Ну, типа шутка очередная. Замочим в сортире или типа этого. Но это было на таком нервике, что пауза была просто. В ответ на это Путин заявил. Это госкомпания, которой нужно увеличить свои запасы, у которых запасов как бы не хватает. Некоторые другие нефтяные компании, как, например, компания ЮКОС, имеют сверхзапасы. Как она их получила, это вот вопрос в плане обсуждаемой сегодня нами темы. В том числе и, значит, и такие вопросы, как уплата или неуплата налогов. Мы с вами обсуждали в свое время, да, значит, совсем недавно, что и ваша компания, допустим, у нее были проблемы с уплатой налогов, но надо отдать должное руководству компании ЮКОС, так? Она договорилась с налоговой службой, приняла все претензии и закрывает все проблемы с государством. Я помню, история, кстати, с Ходорковским началась вообще с нее. То есть вообще было при мне. Мы просто сидели, а она говорит, а вот этот вот Ходорковский, там, туда-сюда, вот это вот, тут-то-то, ла-ла-ла и так далее. Но это уже было, правда, после вот этого РСПП, его безумного выступления, что там мы вот Александру Сталичу даем взятки, там, и он с вами там, если что, пусть поделится. Осенью 2004 года Федеральная налоговая служба обвинила ЮКОС в уклонении от налогов за период 99-го 2003-го годов. Налоговый счет составил 5 миллиардов долларов. Уже в декабре основной добывающий актив ЮКОСа, Юганскнефтегаз, был выставлен на аукцион. Его купила компания-однодневка Байкалфинансгрупп за 9,35 миллиардов долларов. Через несколько дней Роснефть купила Байкалфинансгрупп за 10 тысяч рублей. В последующие годы Роснефть потратила 26 миллиардов долларов на покупку всех осколков империи ЮКОСа. Важно также отметить, что в ходе банкротства ЮКОСа была продана еще одна частная компания – Сибнефть. В октябре 2003 года ЮКОС приобрел 92% акций Сибнефти. Но после начала дела ЮКОСа акционеры Сибнефти через суд добились расторжения прежней сделки. В 2005 году «Газпром» выкупил 75% Сибнефти за 13 миллиардов долларов. Именно на базе Сибнефти в 2006 году была создана «Газпромнефть». Главным и единственным выгодоприобретателем от разгрома ЮКОСа были квази-государственные компании. Столкновение крупнейшего нефтяного барона и бюрократии закончилось полной победой Кремля, что ознаменовало новый этап в развитии российского капитализма. Теперь ни одной фракции российского правящего класса не разрешалось ставить свои интересы выше общеклассовых целей бюрократии и буржуазии. Ходорковский не был согласен с этим, но и поэтому потерял все свои нефтяные активы. Кстати, обязательно посмотрите наш выпуск про опальных олигархов, там очень много всего интересного, в частности, про Михаила Борисовича Ходорковского. Ссылка будет на экране и в описании. Поглощение активов ЮКОСа квази-государственными компаниями привело к резкому усилению рост нефти. Показатели добычи нефти увеличились в 3,4 раза. С 21 миллиона тонн в 2004 году до 74 миллионов тонн в 2005 году, что обеспечило государственной компании третье место по добыче нефти в России. Стоимость активов компании возросла с 6,7 миллиардов долларов в 2003 году до 30 миллиардов долларов в 2005. Важным показателем успешного роста Роснефти можно считать публичное размещение 14,8% акций компании на сумму в 10 миллиардов долларов на лондонской фондовой бирже, а также на российском фондовом рынке в июле 2006 года. Усиление Роснефти происходило на фоне неуклонного роста цен на нефть. Учитывая это, в 2004 году Кремль значительно увеличил экспортные пошлины. А еще в 2002 году вместо трех налогов был введен налог на добычу полезных ископаемых. Ставка налога привязывалась к мировым ценам на нефть. Дополнением к НДПИ стала высокая экспортная пошлина. За период с 2000 по 2008 годы доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли в 6,5 раз, достигнув только за 2008 год суммы в 228 миллиардов долларов. Дальше больше. В 2012 году Роснефть покупает ТНК БП за 61 миллиард долларов. Доля БП частично оплачивается 12% акций Роснефти. Всего же Бритиш Петролиум получает 19 с лишним процентов акций Роснефти. Эта сделка превращает компанию во главе с Сечиным в одну из крупнейших компаний по объемам добычи нефти. Только за 2013 год добыча Роснефти увеличивается со 122 миллионов тонн до 189 миллионов тонн. Эта компания стала контролировать около 40% от общей добычи нефти в России и 5% от мировой добычи. По расчетам Бабылева после покупки ТНК БП квази-государственные компании стали контролировать 58% добычи нефти в России. Интересно отметить, что уже в 2014 году после введения западных санкций и падения цены на нефть, капитализация Роснефти упала ниже цены, которая была уплачена за активы ТНК БП до 50 миллиардов долларов. Последним крупным приобретением Роснефти стала Башнефть. Контрольный пакет акций компании 50 с лишним процентов был приобретен за 329 миллиардов рублей в 2016 году. Сделке предшествовало уголовное дело против владельца АФК-системы Владимира Евтушенкова, которому принадлежал контрольный пакет акций Башнефти. Доля в российской нефтедобыче 4%, переработки менее 7%. Евтушенкова обвинили в отмывании денег и вскоре посадили под домашний арест. После чего генпрокуратура подала иск об аресте акций Башнефти и передала их в госсобственность. В конце 2014 года Башнефть перешла в Росимущество, а Евтушенкова отпустили на свободу. В октябре 2016 года Роснефть по предложению правительства приобрела Башнефть. Но на этом чиновники не остановились. Руководство Роснефти в начале 2017 года предъявило владельцам АФК-системы иск на 131 миллиард рублей за обесценивание активов Башнефти. Сумма иска соответствует сумме дивидендов, которые получила АФК-система от пользования Башнефтью за период с 2009 до 2014 года. Примечательно, что покупка новых активов значительно увеличила долги Роснефти. Если в 2003 году долги компании были на отметке в 100 миллиардов рублей, то к 2018 году они выросли в 44 раза, до 4,4 триллиона рублей. Но, как говорится, могут себе позволить. Кстати, спикеры сохранительских каналов и зрители, попавшие под их воздействие, наверняка ответят, что пресловутая нефтяная игла – это уже якобы вчерашний день. Мол, мы с нее реально слазим – нефтегазовые доллары формируют лишь треть доходной части бюджета. Вон и Путин в 2020-м заявил. Ну вот знаете, на что хотел бы обратить внимание? Что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики? 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов, отметил Путин. И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Однако, все это выглядит как попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Во-первых, треть доходов бюджета – это все равно невероятно много. А во-вторых, если мы посмотрим на показатели экспорта, то в последние годы они все равно держались на рекордно высоких отметках. То есть нефть мы гоним по трубам, напрягая все силы. Но только вот цена на нефть с 2015 года просела неимоверно, отсюда сократившиеся доходы бюджета. Будь цены на нефть на уровне 2012-2013 годов, 30% доходов превратились бы в 50 или около того. Так что это не заслуги по слезанию с нефтяной иглы, а негативные эффекты мировых цен на нефть. И дойдя до этого момента, кто-то скажет, мол, ну, красавчик Путин использовал высокие цены на нефть, правдами и неправдами собрал в руках государства основные нефтяные активы. Ну, да, можно увидеть лицемерие в его словах, когда он каждый год заявляет, что нужно слазить с нефтяной иглы, а сам все активнее как бы ширяется. Ну и ладно, главное – обществу польза. Однако вот тут мы переходим к вопросам структуры якобы государственной Роснефти и к вопросам управления ей. В советские времена с нефтяными доходами было все более-менее понятно. Существовало Министерство нефтяной промышленности СССР, которое напрямую ведало вопросами нефтедобычи. Государство полностью владело и управляло месторождениями, распределяло нефтяные потоки на внутренние и внешние нужды, получало деньги с торговли черным золотом, а затем направляло их в госбюджет. Но введение формы акционерных обществ в постсоветской России привело к поразительным на первый взгляд результатам, когда якобы государственные компании вообще не под контроль на государство. В 2020 году аудиторы счетной палаты РФ провели исследование, итоги которого просто впечатляют. Более 90% госкомпаний в России находятся в серой зоне. Их, по сути, никто не контролирует, учет их не ведется. А выгоду их существования приносит только руководству, которое может завышать себе зарплату на фоне хронической убыточности. К такому выводу пришли аудиторы счетной палаты, пишут ведомости. Как оказалось, невозможно установить даже точное количество федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием. Данные Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы расходятся. Да как так-то, а? Ну что же там с Роснефтью? Может уж нефтянку-то государство путинское держит в ежовых рукавицах по советскому образцу? До размещения акций Роснефти на лондонской бирже в Роснефтегазе располагалось 100% акций компании. После 2006 года эта доля снизилась до 75%. В 2016 году прошла приватизация 19,5% акций Роснефти в пользу швейцарской компании Глинкор и Катарского суверенного фонда. По официальной информации, кредитором Катарского суверенного фонда выступал итальянский банк Интеса, хотя его представители заявили, что их банк денег на покупку пакета акций Роснефти не давал. Информационное агентство Reuters со ссылками на анонимные источники заявило, что кредит в 6 миллиардов долларов на покупку пакета акций нефтяной компании предоставил государственный же банк ВТБ. Таким образом, российский банк предположительно выступил основным финансовым гарантом данной сделки, что противоречит словам Путина, который заявил, что приватизация Роснефти не должна финансироваться российскими государственными банками. ВТБ же опроверг информацию о предоставлении кредита. После приватизации доля акций в Роснефтегазе сократилась до 50% плюс 1 акция. Основная цель существования этой посреднической компании сегодня состоит в том, чтобы выполнять функцию второго неофициального бюджета Путина и его приближенных. Правительство не имеет рычагов полного контроля над Роснефтегазом, так как огромные сырьевые компании контролируются не государством как общественным институтом, а отдельными представителями бюрократ-буржуазии. На первый взгляд мы видим перед собой формальную иерархическую структуру буржуазного государства. Но она вторична в распределении прибыли от экспорта сырья. Фактический же контроль над сырьевой рентой осуществляется через инфраструктуру инсайдерского контроля, в которой преобладают неформальные договоренности и связи. Термин «государственная компания», использовавшийся в отношении Роснефти, носит условный характер. На деле же мы можем говорить о существовании в нефтяной сфере непосредственно частных компаний типа «Лукойла» и опосредованно частных компаний типа «Роснефти». Вот что вполне справедливо замечает политтехнолог Станислав Белковский. Можно ли считать интеграцию активов сначала ЮКОСа, а затем ТНК-БП в Роснефть, а государствлением? Разве что только формально, но не фактически. Для государства эти активы не стали более прозрачными. А высший коллегиальный орган исполнительной власти страны, правительство Российской Федерации, в лице его председателя Дмитрия Медведева, АК Димон, и вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу Аркадия Дворковича не имеет никаких реальных рычагов влияния на компанию, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Роснефть контролирует группа физических лиц во главе с Игорем Сечиным. И только она. Однако в итоге перед нами все равно встает вопрос, а в чем вред для граждан России от усиления крупной квази-государственной нефтяной компании, которая контролирует около половины российского рынка нефти. Деятельность крупнейших сырьевых компаний необходимо рассматривать в широком экономическом контексте той модели полупериферийного капитализма, которая сложилась в России в 90-е нулевые годы. После раздела советской промышленности между олигархическими группами в Ельцинскую эпоху возникла объективная потребность в стабилизации данной экономической модели, которая в принципе могла продолжать существовать лишь на основе сырьевого экспорта. Тенденция капитала к концентрации и централизации – это, конечно, родовая черта капитализма. Не перестает она действовать и на полупериферии мировой капиталистической системы. Только здесь она реализуется быстрее как раз в тех областях, которые обеспечивают встраивание моноэкономики в мировой рынок. Эдуардо Галиано в своей знаменитой книге «Вскрытые вены Латинской Америки» демонстрировал, как экономическая жизнь целого континента уродуется для реализации задачи экспорта одного-двух продуктов. Так или иначе, каждый сырьевой продукт становится судьбой, иной раз приходящей из стран, областей и людей. Подобный же перечень легко составить и для зон, богатых полезными ископаемыми. Чем больше тот или иной продукт ценится на мировом рынке, тем больше бед он приносит тому латиноамериканскому народу, который, жертвуя собой, его производит. Подобный процесс переживает и современная Россия, в которой обрабатывающая промышленность постепенно отмирает ввиду своей ненадобности. Нефтяные и газовые корпорации превращают нашу страну в сырьевую базу для промышленности Европы, Юго-Восточной Азии. В этом и заключается весь парадокс полупериферийного капитализма. Чем сильнее Газпром и Роснефть, тем меньше шансов на возрождение отечественной промышленности. Подтверждением данной мысли служит тот факт, что за годы бурного притока нефтедолларов в российский бюджет власти не предприняли и попытки провести подобие индустриализации. Напротив, зависимость страны от экспорта минерального сырья только усилилась. Процент переработки отечественной нефти в ее добыче за 30 лет существования постсоветского капитализма не только не увеличился, но и сократился с 57,5% в 1990 году до почти 52% в 2017. Из общего количества произведенной нефти и нефтепродуктов Россия экспортирует 73,1%, а в 1990 году 47,7%. То есть раньше, даже в конце советской эпохи, больше половины нефти использовалась отечественной же промышленностью. Теперь же мы похоронили эти ненужности и преимущественно гоним нефть по трубам туда, где она нужнее. Внутреннее потребление нефти на душу населения сократилось вдвое – с 1,8 тонны до 0,99 тонны. Все эти факты приводят нас к выводу о том, что нефтяная отрасль – это анклав и народный объект в экономическом теле России. Развитие экспорта ориентированной нефтяной сферы предполагает отсталость обрабатывающей индустрии. Это напрямую сказывается на самой нефтедобывающей отрасли. Как заявлял министр энергетики Александр Наваг в 2014 году, общая зависимость нефтегазовой отрасли России от импортного оборудования составляла 60%. Чиновники Минпромторга оценивали зависимость нефтяной сферы от импорта оборудования с учетом скрытого импорта в 80%. По отдельным технологическим направлениям зависимость от импорта достигла 90%. Российский экономист Руслан Зарасов видит в российском капитализме явление «насажденные отсталости», которое хорошо описал немецкий исследователь Андре Гундерфранк. Зарасов пишет. Российская экономика представляет собой классический пример диспаритета цен. В ней складываются две неравные группы отраслей с ценами, растущими относительно быстрее и относительно медленнее, чем в среднем. Первая группа включает топливно-энергетический комплекс, цветную и черную металлургию, пищевую промышленность, транспорт и ряд отдельных предприятий других отраслей. Тогда как вторая группа – все остальные. Компании привилегированного сектора располагают возможностью ограничить предложение своей продукции на внутреннем рынке, так как они могут экспортировать ее. Тот факт, что привилегированное положение в структуре цен занято капиталом экспортного сектора с низкой степенью обработки сырья, отражает полупериферийный статус отечественной экономики. Дело в том, что продукция обрабатывающей промышленности не допущена транснациональным капиталом на мировой рынок. Да, можно сказать, что от перегона нефти под эгидой квази-государственных структур российское общество получает определенные бонусы. В отличие от 90-х годов, нефтяные компании, по крайней мере, платят налоги в бюджет. Есть определенное количество высокооплачиваемых по российским меркам рабочих мест. Однако негативные эффекты, если смотреть глобально, все-таки превалируют. Сырьевая специализация российской экономики губительным образом влияет не только на обрабатывающую промышленность, но и на общее экономическое пространство страны. Фрагментация России как единого экономического пространства означает возникновение глубокой пропасти между регионами-донорами и дотационными областями. Картину неравенства российских регионов на основе большого статистического материала воссоздал в цикле статей «Новосибирский историк ларионов». Да и мы отчасти затрагивали этот вопрос в видео про прошлогодние хабаровские протесты. И нет, я вовсе не говорю, что нефтяные экспортные доходы — это априори плохо. Их можно и нужно использовать для обновления экономики, той же индустриализации, проведения масштабных реформ, улучшения качества жизни. Однако все это не имеет смысла в нынешней российской модели. Роснефть и Газпром стали двумя столпами экономического могущества бюрократ-буржуазии, которая окончательно подчинила себе политическое и экономическое пространство России. Концентрация в руках правящего класса огромных ресурсов от сырьевого экспорта позволила ему превратить Путина и его приближенных в долларовых миллиардеров, провести расточительные спортивные мероприятия, создать внутреннюю армию в виде Росгвардии для подавления возможных беспорядков и так далее. Модель полупериферийного капитализма обрекает Россию на зависимость от стран ядра капиталистической системы. Галеона писал, Золотой дождь, рожающий центры империалистической власти, превращает в болото ее обширные окраины. Ответ на вопрос, когда Россия поднимется из собственного болота, зависит от того, как скоро российские трудящиеся осознают свои классовые интересы и организуются ради создания нового общества. С вами же был канал Вестник Буря, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео среди знакомых, изучайте мир, меняйте мир. И до новых встреч! Долог был путь к первым поставленным в тайге вышкам. И для каждого начинался этот путь по-своему. Каждому дороги самые первые его шаги. Вспоминает Игорь Занин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова